Я не понял, а что ты опять со своей этой бандурой? Её не забрали? Ты сдала уже? Я её сдала. Сдала, но они не захотели её иметь у себя. Она мне ещё и не захотела. Бездуховная. Ну, как я себе устала. Ну... Сегодня вкратце описать денег просто вольками на колледже можно так. Женщина, бегающая по всему кампусу с оранжевым этим огромным пакетом. Блин, как я задорбалась его за собой носить. Это было что-то, ну ладно. В общем, у нас сегодня был последний экзамен на географии. Она нам на доске нарисовала красивый рисунок. Счастливых типа каникул, мои географы. Очень не прослезились. Но прослезились мы, когда увидели ЭТЭС. Ну, экзамен. В общем, Бурон из 60 вопросов. Опять были все эти её... Что, Занька? Да? Да. В общем, опять были все её эти прибабахи. Типа там, отражить на столько-то сантиметров карандаш. Выдохнуть. Мне больше всего нравится, когда она официально объявляет, вступаем в период молчания. Когда вообще в классе нельзя звуки издавать. Да, если кто-то нечаянно надо. Все равно нет. Ну, в общем... Не тот звук издал. Я уже открывала. Так, тест немножко нервничая. Я думаю, так главное собраться, собраться. Открываю. Думаю, она что прикалывается? Зай, мы три раза не тест экзаменами, да? Мы три раза сдавали такие вещи. Я думаю, что, блин, в университет можно уже географически открывать ногой дверь, да? После этого... Там вопросы были, да? Ну, вот... Ну, ни о чём. Это просто тебе сейчас с высоты пройденного курса? Ну, не знаю. Вот потом мы, короче, обсуждали это. Мы с одной девочкой с географией ещё вместе... Ну, мы не в одном классе учимся, но у нас по времени совпадают рядом кабинеты. На третьем этаже в Чарл... Там, где Чарл Тодорова преподают, она психология говорит. Она говорит, как тебе, типа, экзамены? Я говорю, так вообще ни о чём. Она говорит, вот вы были все такие, говорит. Но она правда, она очень легко составила вопросы. Никаких этих её... Каких-то вот этих вот... Что она любит какие-то эти заказы. Потому что она уже видела, что уже... На экстра-кредит... Плохо. Класс идёт. На экстра-кредит вообще были лёгкие вопросы. Я... Ну, обычно к экстра-кредиту что-то типа такое, что ты можешь потянуть больше, чем все, да? А тут... В каком климате мы живём? Ну, как вообще... И плюс она... На весь этот экзамен не было вопросов, которые нужно расписывать. Все были только выбирать. Это тоже... Это легче, чем писать. Ну, в общем, я достаточно... Ну, в 9-40 у нас уже на руках были экзамены. А в 10-10 я его уже закончила и... Ну, я после того, как заполнила всё, что нужно, я села и ещё раз всё перечитала. Потому что, знаешь, иногда бывает так, что на скорях думаю, шёл, как легко, как легко, и потом где-нибудь ошибёшься... Ну, в общем, всё плохо. Мало. Всё, подошёл к ней и сказала спасибо, что теперь моя жизнь стала гораздо разнообразней. Всё, вы уже не увидите. Никогда. Ну, в смысле... Как-то я очень радостно об этом говорю. Но... Я думаю, что... Я не буду с ней больше брать класс. Но она только географию как-то даёт, поэтому навряд ли с ней видишь. А вот с её братом у меня есть возможность, скорее всего, будет познакомиться. Ну, это она нам сегодня, когда давала на путь-то, я сказала, что её брат, который достаточно долго... Ну, у него, короче, вторым языком французский, и сейчас он стал преподавателем в Камино, он французский преподает. Для трансфера в университет нужно брать ещё один язык. Так ты русский бери. Зайка нету русского. Есть японский, есть... Ну, я думаю, что будем брать испанский, потому что... Зачем нам французский? В общем, пока я думаю к испанскому, потому что... Да вокруг меня все на испанском говорят. Только ты сидишь и думаешь, ну чёрт, я ничего не понимаю. Потом у меня была конференция с учителем по human development, но я его называю по успеху. Мы все приходили просто на время, на которое мы раньше записались. Я пришла к 11.15. 11.45. Мы поговорили с ней, ну, там, порядка, может, 20 минут. Она сказала, что она очень рада, что я была в классе. Я сказала, что я очень рада, что она у меня преподавала. Опять же, она сказала, что у него всегда дверь открыта для того, чтобы дать совет, послушать, помочь чем угодно там. Ну и, в общем, по этому красу у меня из 100 возможных процентов, у меня 106 получилось. Так что у меня прямо красуется. И с большим-большим плюсом. Ну, прям не с большим-большим плюсом. А вот. Потом стол. А, ну вот потом мы... Потом у меня был два часа перерыв. Я погоняла по всяким зданиям административным, блин. И всё это с этими пакетами совсем. Притонилась потом. Ну и потом у нас начался вот последний этот празд с Cervantes. С начала договором. Мы вначале дослушали лекцию, которую она зачем-то решила в последний день рассказать нам. Тоже уже не будет. Да. Потом начался экзамен. Экзамен был групповой. Завтра последний день? Завтра последний экзамен. По три человека она нас разбила. Не дала возможности выбирать с кем ты хочешь проходить этот экзамен. Ну, в общем, я думаю, что мы сдали его нормально. Что вопросов никаких не может быть. Поэтому... Короче, после того, как она объявила, что празд закончен, она сказала, кого интересует оценка, кто что получит, можете остаться спросить. Кому не интересно, всем спасибо. Все свободны. Все свободны. Пожелаю удачи. Ну, все, в общем, как обычно. И... А, ну еще после экзамена у нас было, наверное, минут 20-30 в классе таких, что мы ходили, рассматривали работы. Ну, вот эти вот, кто как сделал. Стенды. Стенды, да. И потом она ходила тихонько. Она сама отдельно ходила, никому оценки не говорила. И вот можно было подойти в конце класса, узнать оценку по этому. И оценку по... В целом за классом. В общем, поэтому она мне поставила 48 из 50. Зажимает. Зажимает. Понимаешь, она, короче, не так вот ставит оценки, знаешь, как бы другие учителя. Типа, вот и на тебе за то, что ты просто яд. Вот она так и делает. 48 из 50 она поставила. Я говорю, типа, я хотела узнать, почему 48 из 50. Она сказала, потому что я не обозначила. Потому что. Да, потому что я. Потому что. Потому что я не обозначила, что это мой персональный опыт. Надо было сверху еще написать мой персональный опыт. А чей, блин, ну? Зайка, у нее есть свои правила, либо в которые мы играем, как бы, либо... Так тогда за книжку она не по правилам поставила, понимаешь? Ну, Зай, короче, она профессор ей. Ну, 48 из 50 это все равно эхи. И за класс у меня получается эхи. Сегодня она вернулась. Зайка, мы еще домой едем. Да ладно, поехали. Все равно, что там? Ну, покупки в пару этих долларов. В общем, она мне вернула вторую мою работу по психологическому детей. Ну, по наблюдениям за ребенком. Поставила она там 50 из 50. Но написала мне записочку, приложила к ней, что мне нужно структурное предложение смотреть. И, в общем, у меня часто бывает, когда я печатаю, я могу одну букву на другую менять. И потом я не смотрю, что на красный почет. Ну, я замечала за собой такое что. Но это моя невнимательность. Но она все равно, вот здесь она мне 50 из 50 поставила. Да. Все. Такие дела. Так что завтра последний взамен. Ты, наверное, грустишь. Нет. Грустишь ты, походу, котик. Чего ты грустишь? Нет. И все. Потом, до февраля месяца, отдохнем и закончится. Я довольна. С нетерпением буду ждать оценки по географии. Потому что по географии сейчас, в зависимости от экзамена, у меня может быть либо A, либо B. Пока я B. Но если экзамен на A и я работу домашнюю сдала, возможно, может быть A, но это если у нее все будет хорошо с настроением и со всем остальным. Но я не думаю, конечно, это от настроения зависит, но хотелось бы A, но если получится B, то значит биографию я знаю на B. Думаю тебя купим BB. Она сказала, что ее самая главная цель была, потому что когда мы вышли из колледжа, осмотрелись вокруг и поняли как много нового мы знаем и сколько всего еще мы можем сделать. Так, короче, география, этот успех… Чао-доголопменты. Уже известно? Да. А завтра что? Один предмет туда? Тоже Чао-доголопменты и я поняла практически уверена, что это будет. Так что один предмет? Да. Один урок? Да. Один экзамен. Один, она уже присоула опять письмо в канву, что будет класс открыт сейчас. Кто хочет с утра пораньше сдать, она будет с девяти доступна в офисе. Можно прийти не в классе сдавать, а у нее в офисе посидеть цель. Но не будем пользоваться ее добротой и придем. Так что вы были на Канаде, у нас уже не верите. Всем хорошего восприятия. Я еще наизнанку сказал. Им зовут Торск. Вот такой сегодня. Почти встала я короче. Ну все, тогда всем бай-бай. Пока-пока. Увидимся. Ну еще наверное завтра. Ну да. Или в новом семестре.